Здравствуйте! Вы слушаете «Вести Магнитогорск» на маяке в студии Светланы Семёркина. В Магнитогорске начали прививать детей от клещевого энцефалита. Вакцину распределили по всем детским садам города. Прививают детей с трёхлетнего возраста. Челябинская область входит в число пандемичных регионов по клещевому энцефалиту. Поэтому вакцинация от опасной инфекции рекомендована всем жителям. Дети прививку получают бесплатно. Прививочная кампания началась в Магнитогорске на минувшей неделе. В город поступило около 4000 доз отечественного препарата. Прививают ребёнка только после письменного согласия родителей. Противопоказанием к прививке является повышенная температура, недавно перенесённая ОРВИ среднего или тяжёлого течения, бронхиальная астма, аллергические реакции ребёнка на прививки. В Магнитогорске задержали мошенницу, которая пообещала снять порчу с пенсионерки. К 84-летней жительнице Магнитогорска на улице подошла неизвестная женщина. Она рассказала, что на пенсионерку кто-то навёл порчу. Мошенница пообещала помочь развеять чёрную магию. Но для этого ей понадобились деньги и золотые украшения. Пенсионерка и её новая знакомая вместе доехали до дома женщины. Там потерпевшая передала мошеннице все свои золотые украшения и деньги. В общей сложности она отдала добра на 78 тысяч рублей. Уже потом пожилая женщина сообразила, что её обвели вокруг пальца и обратилась в полицию. Мошенницу довольно быстро задержали. Ею оказалась 51-летняя безработная женщина, которая раньше уже привлекалась к уголовной ответственности. Похищенные ювелирные изделия у неё изъяли. После проведения следственных действий украшения вернут владелицы. Подозреваемой грозит до пяти лет в тюрьмы. В честь празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Южноуральская железная дорога организует торжественное мероприятие. С прибытием ретро-поездов на паровой тяге. В Магнитогорске его ожидают сегодня. В составе поездов будут теплушки с артистами в форме военных лет. По прибытии на перрон будет организовано выступление творческих коллективов. В Магнитогорске прошли финалы старшей и младшей лиги конкурса «Моя магнитка». Сложнейшие краеведческие вопросы школьники щелкают на раз-два. А про ММК могут рассказать, наверное, даже больше, чем его работники. Все потому, что викторина посвящена 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. В этом году в старшей и младшей лиге участвовали в совокупности 18 команд. В финалы вышли только шесть. И все они уже победители. Ведь такой конкурс дает уникальные знания. Организатор конкурса Ивана Кравцова рассказывает. Я надеюсь на то, что ребята, конечно, освоили определенный объем знаний. И он, конечно, мог бы им помочь даже в проведении экскурсии. Самая большая интрига таилась в младшей лиге. Возьмет ли 64-я школа трофей третий раз подряд? Артем Белгородцев, капитан команды, дал на сложные вопросы правильные ответы. Но его дебют принес команде только третье место. Победу одержала 20-я школа. Собрав силы, команда уже готовится к следующему конкурсу. А Артем Белгородцев рассказывает. Наша школа усердно готовится. Мы работаем дружно, слаженно. Педагоги нам всегда помогают. В старшей лиге, чтобы взять кубок, старшеклассникам нужно знать не только историю, но и ответить на вопросы об экологии и социальной жизни магнитки. Поэтому за спиной у конкурсантов месяцы подготовки и даже экскурсии по цехам и музеям-комбинатам. Председатель Магнитогорского собрания депутатов Александр Морозов рассказывает. Все эти игры проходят в такой веселой форме, музыкально-танцевальной. А значит, что разумная, добрая и вечная будет заходить в мозги юные и неокрепшие. Очень легко. Вопрос, что производит доминая печь, помог определить победителя. Заветный кубок Магнитогорского городского собрания депутатов в старшей лиге забрала команда 47-й школы. Напомню, в этом году викторина прошла уже в 23-й раз. Кроме того, в этом году 114 человек приняли участие в игре «Моя магнитка онлайн». И это не только жители Магнитогорска, всей страны. Историю нашего города, как оказалось, знает даже житель Минска, который вошел в число победителей. В суд вынес приговор начальнице Магнитогорского ЖЭУ за травму 10-летнего мальчика. Ее признали виновной в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области. По информации следствия, подсудимая зимой не организовала работы по очистке крыш домов. Из-за этого на 10-летнего мальчика свалился снег с кровли. Школьник получил травму головы, его госпитализировали. А днем ранее при падении снега с крыши дома, расположенного на территории этого ЖЭУ, получила травму пожилая женщина. Виновной назначили год ограничения свободы и взыскали с нее 39 тысяч рублей за причинение морального вреда и имущественного ущерба. И о погоде. Сегодня днем в Магнитогорске плюс 14, облачно, но без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова